Мидиагумулугу, Турция, умер человек номер два в иерархии КГБ Фуат Сефиров Мидиагумулугу, Турция 21 июня 2019 года На 94 году жизни скончался генерал Филипп Бабков, известный деятель Комитета государственной безопасности, КГБ, Советского Союза, руководитель подразделения по борьбе с идеологическими атаками Он был очевидцем целой эпохи Его личность вызывала много споров Бабков воевал на передовой в годы Второй мировой войны После ее окончания начал работать в Советской разведывательной организации До распада Совета в 1991 году он занимал высшие посты в КГБ С 1985 по 1991 годы был первым заместителем председателя организации Главной задачей генерала с 1946 по 1991 годы была борьба с диссидентами и идеологическими войнами против Советов Многие годы Бабков возглавлял 5-е управление КГБ Оно занималось противодействием идеологической работе, проводившейся из-за рубежа, и возможным диверсиям извне В зону ответственности этого управления входили также страны Азии и Ближнего Востока, включая Турцию В последние годы существования АСССР он предотвращал этнические конфликты Для борьбы с идеологическими войнами против Советов Бабков внедрял своих агентов в журналистские, спортивные, культурные круги и собирал данные разведки Именно генерал Бабков стоял во главе группы, которая организовывала за рубежом пресс-конференции советского космонавта Юрия Гагарина, первого человека, полетевшего в космос в 1961 году В рамках идеологической борьбы Бабков вел работу с аккредитованными в СССР иностранными журналистами В 1977-1978 годах Бабков руководил расследованием акций армянских националистов в Москве Это были первые террористические акты в Советах Но в 1991 году в результате разногласий с тогдашним лидером Михаилом Горбачевым генерал ушел в отставку Критики Бабкова обвиняли его в склонности к конспирологическим теориям Преследование ведущих деятелей науки и культуры, ограничение демократических свобод В конце жизни Бабков и сам признал правоту некоторых критических высказываний Выразил сожаление о решении преследовать известного ученого и нобелевского лауреата Андрея Сахарова Руководитель неправительственной организации офицера России генерал Александр Михайлов назвал Бабкова настоящим патриотом, великим человеком истинным офицером Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ